Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показывает вопадом. И сегодня речь пойдет о книге Клауди Шрайбер. Но, пожалуйста, не делайте так, как сделал я. Потому что, ну, на самом деле, современная литература, полиграфия, да, и книжная индустрия предоставляет нам много разных штук. И я всегда с большим удовольствием, и, как мне кажется, не без пользы для вас и для себя, рассказываю обо всех таких книгах, знаете, со всякими выкрутасами, со штучками, да. Тут у нас, значит, какие-то формы необычные, тут у нас прям 3D оживают внутри, там, изображения и так далее. Ну, нравится мне это. Вот такой вот я поверхностный, легкомысленный человек, да. Но, кроме шуток, заглянув в Шрайбер, я увидел QR-код, навел, естественно, телефон, как это и надо делать, да, и чтобы послушать музыкальную композицию. Поскольку «Соло для Клары» — это книга про музыку и так далее, вот, и наткнулся на очень зажигательную вещь. Я просто очень люблю каверы, я правда люблю каверы, и, в общем, если вдруг кто-то ко мне присоединяется в этой любви, то можете смело мне писать в комментарии и советовать, какие хорошие обработки отечественного, зарубежного рока, металла и так далее вы читали, в смысле, слушали, да, потому что мне это интересно. И сама стартовая ситуация, потом я, конечно, полез в аннотацию, как и положено, стал читать, ну вот, стартовая ситуация, «Соло для Клары», которая нам расписывается прямо, значит, в первых строках аннотации, о том, как на школьном вечере, значит, на торжественном мероприятии вместо сонаты Моцарта, да, которого я, кстати, тоже фанат и слушатель страстный, у меня есть целый плейлист, посвященный Моцарту, она сыграла, я бы сказал, запилила кавер Led Zeppelin, и это было круто, потому что на это надо решиться. Решиться, причем, если ты получаешь классическое образование пианиста. Значит, я сразу расставлю точки над «и», что касается академической музыки и академических навыков, и что касается исполнения всего остального, того, что у нас держится, грубо говоря, на трех аккордах. Есть замечательная история о том, как классический музыкант все переживал, что вот он там разучивает то скерцу, то, значит, вариации, да, и, значит, так далее, а тут надо, народ во дворе слушает не тот, а для того, чтобы самоутвердиться и стать душой компании, а не просто человеком, который принес гитару. О, смотрите, он принес гитару, и тут же о нем все забыли, потому что гитару передают тому, кто реально умеет играть ой-йо, да, значит, или, не знаю, там, восьмиклассницу. Как бы, вот, и он все переживал, да. И тут он, наконец, одного приятеля под хитрым соусом попросил показать ему, а как все это играется, да. Ну, покажи мне, ну, я, конечно, не справлюсь, но такой. И внезапно для себя выяснил, что семь лет музыкальной школы позволили ему освоить этот репертуар не за год-другой, как он планировал, а примерно за два часа, потому что руки-то помнят, что называют. Ну, это, конечно, наоборот, это как раз противоположный пример, да. Ну, то есть хорошо поставленная рука гитариста. Ну, просто, ну, есть вещи простые, от этого они не менее прекрасные. Кто сказал, что мне не нравится там песня восьмиклассницы, да. Ну, вот, а есть песни, есть крайне сложные песни, которые, посмотрите тоже в интернете, я тоже люблю такие штуки, да. Ну, Барби Герман, например. Интересные вещи. Вот, для исполнения. Вернемся к нашей книге. Слово для Клары – это такая история взросления юной пианистки. Причем пианистки крайне отдаленные, прям-таки фанатически увлекающиеся своим делом, да, человеку, устремленному к своей профессии, к своему призванию с самых юных лет. Это не первая книга о музыкантах, о которых я рассказывал, про которую я рассказывал. Я уже упомянул Моцарта, у меня есть целый плейлист, там я много в связи с Моцартом чего-то рассказываю. Я пытался начитывать, у меня нет музыкального образования, поэтому я пытался уже в современном состоянии начитывать что-то про историю музыков, про то, как вообще музыканты живут и так далее. Для тех, кто желает знать подноготную и при этом обладает хорошим чувством юмора, я от всей души советую книгу Владимира Зисмана, да. Значит, для всех остальных существует прекрасный Михаил Казинник, существуют менее заумные такие, сложные для понимания книги и так далее. Но мы сейчас говорим не про книгу о музыке, а про книгу о девочке, да. Это совершенно конкретная Клара Ван Берген, которая учится играть на пианино. У меня был, кстати, рассказ о скрипачке, о книге. Но Клара у нас пианистка, она занимается у очень строгого преподавателя Айзенштайна, значит, который ведет свои мастер-классы и очень сильно давит на учеников. Надо сказать, что любое профессиональное становление, да, любая тренировка, она без давления не существует. Невозможно быть тренером, ну, просто поверьте мне на слово. Я сам может... А ты не учился в музыкальной школе, ты не знаешь, что это такое. Ты сам не спортсмен, не музыкант, ничего. Я учился в художественной школе, это во-первых. А во-вторых, это не мои слова, а Ирина Родниной. Что-нибудь вам говорит эта фамилия, да? Она говорит, да, можно быть вот таким хорошим тренером в американской манере, да. Когда он говорит, ну, молодец, папочка, хорошо, этот элемент хороший, этот элемент неплох, там нормально, да. Вот. Только ученик не возьмет потом никаких медалей, он ничего не добьется, потому что ты его ободряешь, да, ну и на этом останавливаешься, потому что дальше требуется проявить жесткость и даже твердость, и даже жесткость. Вот Айзерштайн, он давит, да, вот он такой вот. Ну, там, в общем, много всего в книге. Она очень обширная, повествование очень интересное. Вот. Все начинается с конкурсов в Геттингене, ну, Геттингенский университет знаменитый, да, и так далее. В центр мечтаний, идеала поставлено именно музыкальное образование, не сольная карьера. Для чего Клара рвется из жил и всех сухожилий? Когда местный психолог спрашивает, вы не слишком ли нагружаете ребенка, уделяя целых два часа в день репетициям, да, вот занятиям музыкальным. Это утомительно. Да, можно переиграть руку, как вот как раз из той книги про скрипачку, да, можно переиграть. Этого нельзя делать, нельзя заигрывать. Замыливается движение, теряется четкость какая-то, значит, кроме того, чисто физически можно травмировать на руку, да, если переиграть. Но дело-то не об этом, да. Там как раз говорится о том, что вот ребеночка слишком перегружают, да. Родители думают, да, да, мы, конечно, мы ограничим. На самом деле ребенок занимается не по два, а по пять часов в день. Ее за уши приходится оттаскивать от вортепиано, потому что это ее жизнь, это ее суть. Такое встречается нечасто, да, согласен. Но вспомните себя самих, уважаемые взрослые, ну, а по-моему, подросткам ничего объяснять не надо. Если уж тебе что-то нравится, так ну умри, все, живое, я хочу доиграть эту игру, я хочу эту катку дойти до конца, я хочу этот фильм, значит, досмотреть этот сериал, посмотреть все 26 серий подряд, до утра, да, пока не хочется, да. Я действительно этого хочу. Вот и Клара тоже очень хочет стать музыкантом. Вот от Геттингена до каких-то вот премьер. Есть гораздо более, вот это мне тоже очень мысль понравилась, и хорошо, что она прямо в аннотации заявлена, есть гораздо более легкие способы достичь известности. Если вам нужна слава, то Ютубу не нужно ваше музыкальное мастерство. Весь сегмент музыкантов-виртуозов, которые там проводят мастер-классы, ну, посмотрите сами. Да, это миллионная аудитория, это огромное количество просмотров, это лайков, там, так далее, да. Но весь этот сегмент, это лишь малая часть того, что является по-настоящему вирусным, по-настоящему известным по всему миру. И надо ли вам принадлежать к этому объему, да? Большой вопрос. Есть гораздо более простые способы получить славу. Зачем она? Она приходящая, она не приносит удовлетворения, она выгорает, как легко воспламеняющийся материал. Она принесет вам какие-то деньги, да, ну, более-менее скромные. Может быть, вы будете жить перепеваючи. Может, это вашу жизнь спасет. Вот вам остро нужно заработать эти вот деньжищи, да, потому что семья там бедствует, потому что у вас там есть мечты о путешествиях. Вы будете реально счастливым человеком? Может быть. Но не факт. Совершенно не факт. Потому что человеку важно выполнять свое призвание. И для Клары это важно. А не добиться одобрения Зейштайна, да, не добиться отношений с мальчиком там хороших, да, и даже не преодолеть страшную вещь, поскольку ничего страшнее, чем травма руки, для музыканта, по-моему, не существует. Это реально трагедия. И потом разыгрывать руку, и потом проходить реабилитацию, это, знаете, не просто. Вот, как вот человек учится жить с одной рукой в гипсе, да, шнурки ему неудобно завязывать. Поверьте мне, это действительно страшно. И вот все вместе в этой книге, вся эта история, ту поддержку, которую она получает от родителей, та целеустремленность, те ее многочисленные переживания, очень ехидные, едкие ее комментарии по отношению к людям, по отношению к сверстникам, и вообще к самому миру, который, в общем-то, не предназначен для гениев, и не предназначен для людей, одаренных мер, он ни для кого не хорош. Он просто такой, какой он есть. Жизнь устроена проще, обиднее и не для интеллигентов. Это Михаил Зощенко сказал, а не я. И вот Клара с этим сталкивается. Потому что, да, есть люди, которые реально видят это огонь и пытаются как-то поспособствовать, потому что это большая редкость, да, но требуется и смелость, и упорство, и многие другие качества, которые, в общем-то, как-то классическому академическому музыканту не должны быть присущи. Ну, отсюда и Ледзепелин, и многие другие вещи. Короче говоря, QR-коды в книге содержат от них не только классический репертуар. Послушайте, я думаю, вы, ну, может быть, кто-то скажет, да ладно, банально, ничего, все то, что раз было. А мне вот было интересно. Я, значит, музыкально человек недостаточно просвещенный, я об этом всегда признаюсь. Роман воспитания, скажем так, не задался, потому что слишком уж своевольная героиня, слишком уж такие педагогически амбивалентные выводы получаются. Вообще, это как с повестью моих любимых авторов Андрея Живолевского и Евгения Пастернака «Открытый финал». Помните там с тренером в спортивных танцах какие сложные взаимоотношения возникают? Вот и здесь, да. Дело-то не в Вейзенштане, дело вообще ни в каком-то другом педагоге, дело в самой природе вот этих двойственных отношений очень сложных, да. В общем, мучительно будете переживать за Клару, желать ей успеха, будут вот прямо вот даже пальчики вот подрагивать, да, что называется. Очень это так напряженно, на мой взгляд, как мне показалось, воспринимается. И будете очень радоваться финалу книги, потому что финал прекрасен. Читайте Клаудио Шрайбер, «Соло для Клары», книга вовсе не для музыкантов, учениц, прилежных музыкальной школы, а для всех абсолютно читателей, которые точно уверены, что они хотят быть счастливы и добиться чего-то в этой жизни. Спасибо за внимание. Спасибо.